Торжественное открытие с громкими приветственными речами и перерезанием красной ленточки осталось позади. О нем напоминает лишь красочная надпись у входа. Сегодня же два капитально отремонтированных детских сада в новом районе столицы непосредственно приступили к работе. Первый день особенно сложный. Малыши еще не привыкли к новой обстановке. Обеспокоенные родители остаются в холле на случай, если ребенок начнет капризничать. Однако в большинстве случаев к их помощи воспитателям прибегать не приходится. К приезду нашей съемочной группы у детишек проходил урок физкультуры. Судя по всему, в садике им комфортно. Я занимаюсь здесь. Мы занимаемся, у нас тут занятия идут. Крутим, мудрычим. Тут лучше, чем в Москве, потому что в Москве вечно идет занятие. Тем не менее, руководство обоих детских садиков проявило особую осторожность. Опасаясь нарушить распорядок детей в период адаптации, как нам объяснили, нас попросили больше не снимать на камеру малышей. Но наглядно продемонстрировали, что скучно им в садике не будет. Оборудованные всем необходимым комнаты для групп, наличие музыкального зала и хореографической студии тому подтверждение. В нашем детском саду пять групп, две младшие группы, две средние и одна разновозрастная группа. У нас есть музыкальный прекрасный класс, спортивный зал, методическая литература, мы снабжимые. Игровые комнаты оснащены всем необходимым. Не только просто какие-то банальные игрушки, а развивающие игры, соответственно, возрасту детей, музыкальная комната оборудована, стоят современные музыкальные инструменты, причем занимаются хореографическая студия. То есть, будущее, перспективы сейчас, пока мы не работаем, пока только идет набор детей, адаптация детей, воспитателей и так далее. Но это будет и лепка, это будет и рисование. Детские садики действительно оборудованы по самым высоким стандартам. Здесь имеются уютные спальни, кухня, медицинский кабинет, но лицом детсада все же являются его сотрудники. И этому, по словам руководства садиков, уделено серьезное внимание. Набрана профессиональная команда воспитателей и педагогов. И воспитатели, и помощники воспитателей, это все люди, все эти люди, которые получили высшее специальное образование. То есть, подбор кадров только профессионалов. Помощники воспитателей, все с высшим образованием, по дошкольному образованию. Оба детских садика рассчитаны чуть менее чем на 200 мест, полностью укомплектованы. Для самого многочисленного микрорайона столицы, где проживают более 5000 человек, открытие дошкольных учреждений, безусловно, стало значимым событием. И хотя проблема дефицита мест в детских садиках пока еще не снята, но все большее число детей уже ходят в новые и комфортабельные, оборудованные с тем необходимым детсады. Ставший привычным лозунг «Все лучшее детям» в этом случае получил наглядное подтверждение.